Всем привет! Компания Yamaha сегодня успокаивается, и сегодня у нас наушники Yamaha EPH22. Красивая глянцевая коробка, которую очень легко сломать, наверное, и помять. Тут нам пишут, что длина кабеля 1,2 метра, достаточно короткий импеданс 16 Ом. Я не электрик, не знаю точно. И амбушерки в комплекте, размера XS, S, M и L. Типа для разных видов ушей. Вот мы уже их видим, заклеены плёночкой и всё прочее. У меня уже есть видео про эти наушники, но оно короткое, и народу это не очень нравится. Все хотят их прямо достать и послушать. Ну что ж делать, придётся достать и послушать. Хотя через видео звук передать проблематично, но постараюсь. Чем смогу, помогу. Давайте посмотрим, наконец-то, где они сделаны. В Китае или нет? О боже, Madden, Филиппины! Эти наушники, стоимостью рублей 700, сделаны в Филиппинах, а не в Китае. Филиппины, это качество. Филиппины, это надёжность. Я думаю, это классно. Тут есть EAN, UPC, продукт, код, но нам это не особо надо. У них есть цвета. Чёрный, белый, розовый даже. Сейчас у нас чёрный. Цвет нуар. Насколько я знаю, например, по ресиверам Yamaha, у них есть разные цвета, например. Чёрный, black, хотя нет, подождите. Серебристый у них называется Titan. Да, чёрный, это у них чёрный. Там отличий нет таких. Ну что, давайте вскроем, посмотрим, что там внутри нас ждёт. Что есть в комплекте, не обманулили нас и прочее. А потом послушаем. Так, как вы видите, я уже начал скрывать. Тут достаточно хитрая такая система. Нажимаю надпись. Это их, наверное, серийный номер. Угу. Ну что, давайте их вытащим, посмотрим, что это и как оно, с чем это едят. Одну руку неудобно. У меня удалось их извлечь из коробки. Давайте смотреть, что у нас есть внутри. По традиции, смотрим гарантийный талон. Ямаховский. Ямаховский. Пойдя из Ямаха, Руссия, тут должна быть Россия. Да, ух, там Россия есть. На Москве находится. Комната 37. Полезно. Я думаю, они вряд ли сломаются. Толстая Ямаховская книжка. Смотрите, какая она жирная. Даже слишком большая. Тут у нас есть русский. Давайте попробуем русский найти. Всё-таки охота его найти. Может, там что-то полезное будет. О, пульт. Нет, ребята, это не пульт. Пульт есть у R22. А у нашей с вами версии пульта нету. Значит, эта книжка сразу же для всех версий. EPS 52, 32, 22. И версии с пультом R. Значит, ремонт, наверное. R52, R32, R22. R22 у нас есть, потом будет ещё одно видео. Так. Вот такой блистер. Пластиковый. Вот сами ушки. Красивые. Приклеенные, что радует. Просто так не отвалятся. Это хорошо. Вот они, обещанные амбушерки. Кабель. Гарантийка. С завода. Изготовленные они у нас. 27-го, 10-го, 14-го года. Ого. И вот у нас кабель. Достаточно крупный. Плотный кабель. Разъём 3.5 мини-джек. Позолоченный. Как мы видим, никакого пульта тут нет, потому что это модель Yamaha EPH 22. Чёрного цвета. Кабель, я бы не сказал чёрного, он, скорее всего, такой. Браун. Ну что, давайте включим хотя бы так. Их уж не будем вытаскивать. Послушаем, что они могут выдать. Так, я их подключил к источнику звука. Я их не стал распаковывать. Интересно, как они будут выдавать звук, громко или нет. Заметьте, они тут прикреплены скотчем. Не будем его трогать. Посмотрим на мощность звука. Испробуем на кантри. Аарон Ватсон. Frej Train. Включил звук. Ну что я могу сказать? Несмотря на то, что они запакованы, звучат они громко. Уровень громкости у них отличный. Давайте посмотрим, что у нас написано в инструкциях. Про уровень громкости. Тут всё по-японски или по-китайски. Скорее всего, децибел тут выходит нехило. Посмотрим ещё на чём-нибудь. Эль Татуатуату. Сейчас я снимаю с расстояния примерно метр. Слышно буквально как колонки. Ну и так классно. К сожалению, я не могу передать то качество через видео, с которым они воспроизводят. Но звук действительно классный, чёткий, чистый. Ну, ямаховский. Конечно, не такой как Onkyo. Onkyo это уже повыше классом будет. Но гораздо лучше, чем, например, Sony или Panasonic. Всё-таки это Yamaha. А Yamaha это Hi-Fi. Отличные и качественные наушники. От действительно хорошей фирмы. Хоть и считается начальным Hi-Fi, но они того стоят. Отличные ушки. В принципе, кабель не очень короткий и не очень длинный. Комплект поставки нормальный. По мне бы тут не хватало ещё какого-нибудь чехольчика, чтобы их туда ложить. Было бы классно. Фирменный Yamaha чехольчик, как у AKG K328. Там был шикарный чехольчик. Удобно очень. Чтобы положить наушники и в карманчиках. Не знаю, точно будет ли этот кабель путаться. Но я думаю, что нет. Но придётся всё-таки, наверное, в комплекте прикупить какую-нибудь там застёжку для них. О, кстати, интересная фишка на кабеле. Не знаю, видного нет. Не знаю, для чего она. Для чего-то должна быть. Ну ладно, ещё разберёмся. В общем, рекомендовать покупки, я думаю, стоят. Хорошие наушники, несмотря на то, что они запакованы, орали они громко. А это отлично. Думаю, стоит их купить. Всем большое спасибо. Надеюсь, это видео было полезно. Гораздо лучше, чем прошлое видео, которое длилось 30 секунд. Всем спасибо. До свидания.